Мы находимся недалеко от села Джалут Это древнехристианский албанский храм И чтобы убедиться в том, в каком он состоянии И как подвергся армянским классификациям периода По всей видимости, это уже советский период Для этого не нужно очень долго искать что-то Достаточно посмотреть на внешний фасад Здесь мы видим сохранившиеся старые окна Два окна в нормальном состоянии А если посмотрим на третье окно То сразу заметно, что его застроили И вставили из туфа красного вставку Орнамент, похожий на армянский орнамент То есть на орнамент, которым пользуются армяне Хайского, гайканского народа Это сразу показывает, что над этим храмом В свое время поработали Но если мы еще дальше пойдем То увидим еще более интересные вещи Которые доказывают, что этот храм Подвергался неоднократным фальсификациям Изменению внешнего вида По всей видимости, с целью представить его Как армянский храм Допустим, если вы издали на общий фасад входа На арку посмотрите То заметно, как контрастирует От общего фона храма То есть сразу заметно, что эта часть Полностью сделана недавно То есть орнамент нанесен Типичный для гайканского армянского народа Опять-таки, два окна заложены И в них вставлены надписи на армянском И фрески, схожие с теми Которые можно видеть в Ачмиадзине И в других церквях армянских Гайканских именно, хайских То же самое мы можем посмотреть Если увидеть над аркой На элементы символики И на кресты Тип креста А также над те камни Сплошные современные камни Которые вставлены атмосферно недавно При этом вокруг раскиданы остатки могил И могильных плит Которые относятся к более старому периоду Но здесь есть также могильные плиты Которые остались еще с периода Когда армян переселили в этот регион В это село Стоит отметить, что село Джаллуп Оно в определенный период В основном население было здесь Вероисповедание У них было иудейское Но потом уже с приходом царской России Сюда были заселены армяне И они частично изгнали Подвергли ассимиляции местного населения А более древний пласт Естественно, как мы его называем Албанский христианский пласт И данный храм относится к тому периоду Внутрь мы заходить не будем Потому что там освещения нет Опять-таки на стенах Можно увидеть уже современные Шрифты Даже русским языком Имена армян Которые, видимо, посещали данный храм Но если обернуться С противоположной стороны То же самое Там на окнах Опять-таки окна заложены Современным камнем И в них из туфа Ставлены орнаменты И надписи на современном армянском храме То есть в данном Недалеквате села Джалот Мы еще раз убедились в том Что Каким образом Какая методология Использовалась для классификации И приармянивания храма Нечто подобное мы видели Допустим В Таузском районе В селе Герзан На кладбище О чем, естественно, отдельный цикл И по всей видимости Продолжение данной деятельности Мы будем стараться Держать в центре внимания Вот подобные храмы Которые до сих пор К сожалению Оказались вне внимания И Судьба этих храмов Показывает Что Шла планомерная фальсификация И приармянивание Подобных Заброшенных Древних христианских Албанских храмов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...